Добрый день! Возвращение на несколько дней на ведывание открытого акционерного товариства «Медпласт» областной инспекции Министерства по податках и сборах СЭС «Гомель-Ратон» и широкого объекта Урагачевского района. А напереды дни члены итальянской делегации, отказанные за развитие спортивного супрационерства, сострелись с гомельскими коллегами. Дмитрий Котов протягнет. Супрационерство помеж Гомельской областью и регионам Тоскана усталевалось от 3 года тому, после подписания ответного погоднения на Гомельском экономическом форуме. Документ предуглеживает обмен опытом в развитии 12 видов спорта. Уже неодноразово отбывались визиты спортсменов за обо двух боков. Наступные запланованы на соковик будущего года. Одинная проблема, которая возникает в этой сфере, связана с юными спортсменами. Каникулярный период у гомельских и итальянских школьников не супадает. Фактически идеальное время, либо начало июня, поскольку дети в Италии учатся до середины июня, либо время пасхальных каникул, которое каждый год меняется. Поэтому мы в этом году делаем ставку на последнюю неделю марта, поскольку католическая пасха будет как раз 27 марта. Представники делегации неодноразово наведывали гомельшину и зауседы высоко оценивали узровень спортивных объектов. На их думку, многие наводпероузыходят итальянские пляцовки. В будущем плануется не только проводить тренировочные сборы на территории нашей области, а и организовывать турниры, которые будут иметь международный статус. У свою чергу это позволить полепшить показчик экспорту туристичных послуг и повысить узровень гомельских спортсменов. В развитии спорта у Италии улику мировых лидеров, а стать лепшим можно только, когда тренируешься с лепшими. Конечно, у нас очень много таких групп, которые уже побывали в Италии, но неоднократно уже побывали и в Италии, и здесь. Это гимнасты, это биатлонисты и это мини-баскетбол. А остальные группы такие были поездки разовые, связанные с выездом именно в Италию. Но сейчас у меня совершенно конкретное поручение, и я настроен привести сюда и развивать тему по плаванию, по теннису, большому теннису и так же каное каяк. Дмитрий Котов, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». Про перспективы развития центрального района Гомеля подзеразмова сегодня у программе «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Гостем студии станет керавник администрации района Андрей Горбашов. Программа выйдет эфир на телеканале «Беларусь-2» в 18.01.5 хвилин. Онлайн-трансляция доступна на сайте «ТВРГомель.Бай». Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфира у Гомеля – 77 68 45. А напереды дни у Гомеля обмерковали творчие планы телеканала «Беларусь-Шатыры». Размова на эту тему отбылася по часу встречи с коллективом телерадиокомпании «Гомель» старшини национальной державной телерадиокомпании Республики Беларусь. Причем Геннадзь Давыдька не только выказал свою кропку гледжения, але и принял делу записи программы «Добрый вечер, Гомель». Олег Сентьюров с подрабязностями. Канал «Беларусь-Шатыры» у Гомеля працует зверснях этого года. Эфир починается в 6.30 ранец и протягивается без перепынку маль 18 годин кожный день, включаючи выходные. До телеканала «Беларусь-Шатыры» у старшини национальной державной телерадиокомпании Республики Беларусь Геннадзе Давыдьки особливые относины. Уресе канал только починает свою работу и есть немало пытаний по его наполнениям. По отсутности, звычайная справа для кожного нового проекта, хоть огульная концепция канала заразумелая. «Из рупора кричат там, потом кто-то просто кричит, а есть такое доверительное общение от человека к человеку в семье. Вот у канала «Беларусь-4» именно вот такая миссия доверительного общения на месте с людьми, то есть знать проблемы местности и пытаться их помогать решать людям. И вот с этим начинает рядом проектов, в том числе канал «Беларусь-4» Гомель, справляться». Геннадзе Давыдька-Перекананы, новый телеканал повинен обоязково сопротивляться с местными органами Улады. По великим рахунку, это еще один информационный ресурс, который будет поведомлять об наибольшей актуальном для региона. У Гомеля, например, с этого месяца на канале «Беларусь-4» будут выходить 10 новых программ «Серойтайких сказано-зроблено», «Дейрохаб здоровье», «Надзвычайная ситуация», «Гомельский олимп» и «Великий тур по Гомельским краю». «Беларусь-4» – это великолепная площадка для реализации самых смелых, самых интересных творческих идей. Буквально с этого месяца в нашем эфире появится ряд новых программ, самые различные тематики. Я думаю, они будут интересны нашим телезрителям. И я надеюсь, что «Беларусь-4» станет добрым другом в каждой семье гомельчан. Почас наведывания телерадиокампании «Гомель» сашиня национальной державной телерадиокампании становятся гостем одной из новых программ на «Беларусь-4» «Добрый вечер, Гомель». Размова об роли литературы в житии. Чему необходимо обаяцково читать книги? Як выглядяя муза и коли приходить наткнение? По великим рахунку, у студии уже не только керавник самого великого медиахолдинга Украины, але перш за все заслуженный артист Беларуси и литератор. До речи, зараз Геннадь Давыцкая працует над драматичной поэмой и некакими киносценариями, але сегодня у студии гучаць верш, выдадзенный у гэтам годзе книги «Лов слов». Я не написанная у розной гады, але обаяцково от усяго серца. Малюсь, чтобы промысел Божий сопутствовал воли поэта, и чтоб не ушел порожним почтовый вагон рассвета, чтоб не было счастья натужным, чтоб не было гнета сомнений, чтоб было кому-нибудь нужно. И это вот стихотворение. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Телер, радует компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Узнагорода знайшла своего героя про 71 год. Жахару Мазыра Миколаю Кирыченко передали медаль за оборону советского заполярья, якая была заснованная президиумом Верховного совета СССР 5-го снежня 1944 года. Тему протягни сюжет корреспондента у телеканала «Мазыр». Солдат Великой Чинной войны Миколай Кирыченко и у своей 89 трымается бадера. И он чакал эту узнагороду 71 год. И вось медаль за оборону советского заполярья знайшел своего героя. От почуття успаминал наворочываются слезы. У 44-м ее не смог отрымать узнагороду по простому сбегу обставинов. Нас отправили от гарнизона на порт на готовку рыбы для корпуса, для армии. И я пробыл полтора месяца в море. Когда прилегал оттуда, а тут уже были подписи, списки, все, а меня забыли, потому что я не был. У рады советской армии Миколай Кирыченко был призван у соковику 43-го. Яму было 17 годом. Служил у разных подразделениях. У тыму лику был связистом у заполярья. Кольский полуостров взаимал важное место в грузивных планах гитлеровского командования. На протягу всей войны там шли бои жорсткие. Але полночные межи Советского Союза отстояли. После Миколай Иванович допомагал обновлять городы. У Мазыр так само был накераван на будовлю. Тут и застався. Первшую медаль за оборону советского заполярья передали законному владальнику. Была проведена великая работа с документами. Шматликие запыты и подсвержения. В последние годы Министерством обороны Российской Федерации и Центральным архивом Министерства обороны в городе Подольске проведена огромная работа по оцифровке документов. Поэтому создан сайт «Подвиг народа», где каждый может узнать о награде своего отца или деда, своих родственников. Поэтому это во многом стало возможно. Ухуд Ким Джаси медали зойме свое гоноровое место на китель и ветеранам. И, как каже Миколай Иванович, в этой университете военные годы он обмыл кровью. А сегодня он может отзначит шампанским. Головный тост за великую перемогу. За победу. За победу. Все же мы все пережили, но мы победили. Виктория Семицкая, Светлана Грудько, Олег Фитцнер. Телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». На этом выпуск завершено. Студа и працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин